Слава Украине! Героям слава! Приветствую Матполонского! Я хотел с вами поговорить о таком моменте, как потери России международного рынка вооружений. А потери колоссальные и катастрофические. И этому есть несколько причин. Первая, самая главная причина, та, что во время агрессии России против Украины весь мир увидел, что российское оружие, собственно говоря, непригодно к ведению современной войны. От слова вообще непригодно. То есть этого оружия много, это оружие действительно бабахает, это оружие действительно убивает. Но когда ты имеешь дело с более-менее нормальной армией, которая даже во много раз меньше твоей армии, но которая вооружена современным американским оружием, умеет его использовать, и при этом неплохо дисциплинирована, то вот это вот гигантское преимущество в обладании российским оружием ничего не значит. Оказалось, что ничего не значит. Особый позор потерпел Черноморский флот. Это, если, скажем так, армия просто опозорилась, то Черноморский флот вообще не то что опозорился, ниже уровня городской канализации стал, потому что, ну первое, потерять 15 кораблей от страны, у которой нету флота военно-морского, ну это как-то, это как-то, знаете, на уровне Чунга-Чанга. Это первый момент. А второй позор в том, что на сегодняшний день Черноморский флот используется исключительно для обстрелов мирных городов, то есть для террористических актов, то есть в отношении жителей Пинницы, в отношении жителей Днепра, ну других, Одесса, Одесса самая первая, Николаева, конечно же, Очакова, других городов, по которым прилетало именно Черноморского флота. То есть на сегодняшний день, но это я, правда, отвлекаюсь от темы, на сегодняшний день он будет Черноморский террористический флот Российской Федерации, ну потому что террористы на нем служат, террористы им руководят. То есть он сегодня Черноморский террористический, вот можно, у него теперь такое двойное имя есть. Это такой момент. Но теперь возвращаемся к экспорту оружия. Дело в том, что экспорт оружия России, он и так не был не был очень широко распространен, скажем так. Ну он в основном представлялся там в порядка 10 стран, из которых самые большие клиенты это были Индия, Египет и Китай. Ну Китай давным-давно уже превзошел Россиюшку по абсолютно выпуску всего вооружения, всей линейки и по его качеству, и по его эффективности. То есть для Китая, я думаю, он сейчас откажется полностью от российского этого недооружия, потому что, насмотревшись на, так сказать, успехи, так сказать, российской армии в Украине, он сейчас просто будет плеваться дальше, чем видеть. Нет, понятно, что все-таки львиная доля львиная доля вины за провал операции в Украине лежит на абсолютно тупом шойгу и абсолютно тупых генералах. То есть на абсолютно дегенеративном командовании российских террористических войск, это понятно. И только во вторую очередь это поражение будет лежать на качестве оружия, но тем не менее, тем не менее, качество оружия говорит само за себя. Посмотрите, у России было, ну понимаете, мы везде говорим о преимуществе, оно было кратным. Оно не было на 15%, да, на 20%. Танков у них было в 3 или 4 раза больше в начале, да, самолетов было в 10 раз больше, ракет вообще в 150 раз больше, у нас их почти не было, кроме точки У ничего. То есть авиация там подавляющее превосходство, флот подавляющее превосходство, количество пехоты подавляющее превосходство, даже количество стрелкового оружия у них было там в 3, в 4, в 5, в 7 раз больше. То есть всего на свете у них было в разы больше и шоу. И оказалось, что их оружие никуда не годится. Точно так же, как их солдаты, точно так же, каких офицеров, точно так же, каких генералов, точно так же, каких вот этот вот руководитель бункерный, который там спрятался и носа оттуда не кажет. Таким образом, досмотревшись на вот это все, ну Китай, я думаю, очень быстро закроет эту лавочку. Он просто из России вытянет последнее то, что... Китайцы очень любят палить вещи, да, то есть они сейчас, ага, взяли там, они посмотрели, что русские криворукие. Понятно, они не могут ничего довести до конца. Но в принципе, какие-то детали, там, сям, сям, тут, или какие-то технологии, можно у них за 3 копейки купить, потому что никто их оружие больше не покупает. Быстренько довести это все дело до ума, выдать за свое и, как говорится, и поехали. И погнали уже гнать из неплохих технологий, проданных им криворукими русскими, гнать уже нормальное оружие, производить. То есть это китайцы делают. Вот как, как та же Турция купила, С-400. Ну, понятно, что С-400, это куча просто барахла, никуда не годного. Это сейчас мы все видим. Им по соплям надавали в Сирии, им потом по соплям надавали в Ливии, теперь им по соплям надавали в Украине по самое некуда, С-400. А С-450, я уверен, такое же барахло. Вот. Это значит, ну, Турция зачем его взяла? Разобрать, посмотреть, как это работает, и, 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 сделать что-то свое, используя отдельные узлы С-400, этого неудачного, этого монстра. Но, в принципе, если опять приложить прямые руки вместо кривых, то можно что-то из этого всего и сделать. Совершенно правильно. Вот. То есть, абсолютная военная неудача на фронте является одним из факторов того, что российское оружие в мире ни Индии, ни Китаем, ни Египтом, тем не менее, ну, Египет, может, еще и будет покупать, но они не столько платежеспособны. А все остальные клиенты так называемой России, они вообще не платежеспособны, поэтому, ну, вы можете им это оружие отдавать просто так. Они вам пришлют связку бананов. Да. Вот. Это первый момент. Второй момент, что даже то, что оказалось небоеспособным, полным барахлом и дерьмом, вот как, например, российские беспилотники, да, они себя показались полными ничтожествами, но даже вот этого они произведить больше не могут из-за санкций. То же самое, кстати, и по ракетам. Они не могут их больше производить из-за санкций. Кстати, даже то, что они уже произвели, оно является абсолютно некачественным, потому что с точки зрения военного искусства их ракеты, запущенные по территории Украины, абсолютно не нанесли ущерба военным силам Украины. Они не нанесли. Они или упали на гражданские объекты, как вот вчера в Днепре, в Днепре, в Венеции, и так далее, и так далее, в Чугуеве, просто на жилые кварталы, в Киеве, что там далеко ходить, у нас они куда падали. Только по жилым кварталам. Вот, по-моему, ни одна ракета ни по одному предприятию не попала. Все, что упало в Киев, упало только на дома. Вот. То есть, они непригодны для попадания по каким-то небольшим объектам. От слова вообще непригодны. И это даже в лучшие годы, когда им все продавали. А теперь санкции. А, еще порядка 50%. То есть, они всего по нам сейчас пульнули, грубо говоря, 3000 ракет, из которых около половины вообще не долетело. Или упали сразу после взлета, или упали где-то по дороге, или же залетели, тупо говоря, вообще не туда. То есть, ну, не то, что промахнулись там на полкилометра, это я даже не считаю такое. Я считаю, что, например, они ее пульнули в Киеве, она упала где-то под белой церковью в огороде. Все, вообще в никуда улетело. Вот такие где-то 50% ракет. То есть, смотря на вот это все, ни один нормальный руководитель страны или руководитель оборонного ведомства покупать вот это лайно просто не будет. Оно не боеспособно, оно не в состоянии решить боевые задачи. От слова, в вообще не в состоянии. А теперь, тем паче, когда они оторваны от мировой науки, оторваны от Центра Произведения Производства, извините меня, полупроводников, их ракеты просто и все остальное превращается в хлам. Они даже теперь не способны обслуживать то, что у них есть. Не говоря уже о том, чтобы производить что-то новое в количествах достаточных для продажи. Ну, это смешно даже говорить. То есть, сейчас Россия занимается тем, что она выплевывает по нам последние ракеты, которые у них остались от СССР. Сколько их там еще осталось? Ну, порядка трех тысяч, я так понимаю. Ну, имеется в виду только старых, новых, вот этих вот, как кинжал, которые падали вчера на Винницу, таких уже почти нет. Там у них сотня, полторы остались таких. Вряд ли они их будут доплевывать. Хотя, они сумасшедшие, они могут их доплевать по нам. Вот, все остальное это уже ракеты типа Х, которые производились, господи, прости, в 60-е годы, которые летают там приблизительно. Вот такие вот пироги. То есть, российская война, промышленность просто отказалась у разбитого корыта в результате, а, санкций, б, полной никчемности российского оружия. Вот, собственно говоря, и то, о чем я вам хотел рассказать. То есть, Россия обрезали нефть, доходы от нефти, Россия сама себе обрезает доходы от газа, газы и не санкционировали, но, закрылась, уголь им санкционировали, обрезали, золото им сейчас обрезали, у них остается только вот продажа оружия, ну, которое теперь никто, наверное, уже покупать не будет, кроме Вануату. Говорят, что они схотели купить три пистолета, но передумали. Слава Украине!